Глубоко уважаемые сопредседатели, глубоко уважаемые коллеги, добрый день. Перейдем немножко от проблемы ВИЧ-инфекции к проблеме хронических вирусных гепатитов, и в частности гепатита С. К сожалению, не только пациенты с ВИЧ-инфекцией и онкологическими заболеваниями страдают от отсутствия, нередко отсутствия межведомственного понимания, междисциплинарного понимания, от отсутствия преемственности в оказании медицинской помощи от врача-инфекциониста или гастроэнтеролога, хирурга, трансплантолога и так далее. Мы до сих пор не знаем четкого количества, нет понимания, сколько больных с раком печени и хроническими гепатитами в нашем городе. К сожалению, эти больные нередко растворяются между врачами-специалистами и не приходят туда, где им действительно могла бы оказаться высокоспециализированная, высокоэффективная помощь. Следующий слайд, пожалуйста. Опять же, поскольку у нас нет своих статистических данных, мы прибегаем к данным наших коллег из-за рубежа. Что касается в целом проблемы рака печени в мире, я думаю, вам эти известны данные, но тем не менее, повторюсь, посмотрите, при изучении больше 12 миллионов случаев рака и больше 7,5 миллионов случаев смерти, у мужчин рак печени стоит на пятом месте, у женщин на седьмом, а если посмотреть на причины смерти справа, то рак печени выходит у мужчин на второе место, а у женщин сдвигается на одну позицию на шестое место. То есть это все свидетельствует о высокой актуальности. Но мы с вами прекрасно понимаем, что большинство раков печени именно ассоциировано с гептотропными вирусами. Следующий слайд. Ну и в подтверждение сказаны последние мои фразы, посмотрите, да, как взаимосвязана онкологическая заболеваемость и смертность с хроническим гепатитом С. Тоже американское большое исследование когортное. Пять лет наблюдали больше 12 тысяч больных с гепатитом С в течение 40 тысяч человек о лет. Их показатели заболеваемой смертности впоследствии сопоставлялись с большим количеством, больше 133 миллионов записей из 13 онкологических регистров, да, и 12 миллионов свидетельств о смерти из соответствующей базы. Что было получено в результате? Ну, закономерно на первом месте это был рак печени, заболеваемость 48,6, но и другие локализации. Посмотрите, на втором месте поджелудочная железа, прямая кишка, почки, нехочкинские лимфомы и рак легкого. И что важно, что средний возраст на момент диагностики большинства онкологических заболеваний, да, и смерти от этих заболеваний у больных с хроническим гепатитом С был гораздо ниже. То есть раньше больные с хроническим гепатитом С приобретают онкологические заболевания. Ну, а с чем это связано, мы тоже сейчас с вами попробуем разобраться. Следующий слайд. Ну, напомню вам естественное течение гепатита С, чтобы вот как бы нам с вами на одном языке говорить. Острый гепатит С, практически мы его не видим, крайне редко, но вот за свою 20-летнюю работу с гепатитом С, буквально несколько случаев, это были молодые наркоманы, у которых был клинический манифест на острый гепатит С. В большинстве случаев он проходит незаметно ни для врача, ни для пациента. В 75% случаев острый гепатит С превращается в хронический. Ну, давайте не будем забывать вот о тех 25%, когда в острой гепатит С заканчивается элиминация вируса и самовоздоровление. И такие пациенты есть, и об этом помнить нужно. Если вы видите, скажем так, в анализах наличие антител к гепатиту С, при этом нету вируса, нет никаких других клинико-лабораторных проявлений поражения печени, совершенно спокойно можно думать о том, что это пациент, который перенес острый гепатит С, и ему повезло, заболевание закончилось выздоровлением. Такие пациенты есть, их достаточно много. Но, тем не менее, в большинстве случаев заболевание приобретает длительное хроническое, опять-таки, бессимптомное течение, и нередко наши пациенты впервые узнают о том, что у них есть гепатит С уже в отделениях реанимации, либо на приеме у онкологов. И уже от онколога этот пациент приходит к нам лечить хронический гепатит С. Это тоже очень важный момент, о котором нужно помнить. Ну, и при отсутствии противовирусной терапии хронический гепатит С переходит в цирроз печени со всеми вытекающими последствиями. Декомпенсация и смерть. Рак печени чаще всего развивается именно на стадии цирроза печени, и это нужно помнить. Но описаны случаи, когда, это в большей степени касается гепатита B, когда онкологическое заболевание развивается, минуя стадию цирроза печени. Но все-таки при гепатите С чаще всего хотя бы компенсированный цирроз должен быть. Почему? Потому что в нашей ситуации цирроз печени говорит просто о длительности инфекционного процесса. В среднем, у среднестатистического больного этап от заражения до цирроза печени, вот этот период времени составляет 30-35 лет. Что еще важно помнить, что на самом деле больной с чистым гепатитом С при отсутствии других причин поражения печени встречается крайне редко. Чаще всего это алкогольное сопутствующее поражение. На втором месте это не алкогольный стета-гепатит. Ну и соответственно, если посмотреть на больного ВИЧ-инфекцией гепатитом С, то таких пациентов у нас до 60%. До 60% ВИЧ-инфицированных имеют еще гепатит С по понятным причинам, по единым путям передачи. Следующий слайд. Очень важная картинка, я специально ее не стал переводить, почему? Потому что вот она именно хороша в оригинале. Да, что важно, что факторы, которые приводят, скажем, к запуску процесса, онкологического процесса, они возникают не на стадии цирроза, коллеги, а гораздо раньше. Уже на стадии и хронического гепатита, и по мере прогрессирования, по мере перехода фиброза, слабый, умеренный, тяжелый цирроз, эти факторы только добавляются. Это и прямой стопатический эффект вируса, это и воспаление, это нарушение процессов апоптозы. Дальше присоединяются на более поздних стадиях и выраженные процессы фиброгенеза, гипоксии и так далее. Но что важно? Важно с двух позиций. Первое, то, что больного хроническим гепатитом С нужно лечить как можно раньше. И лечение на ранних стадиях является в том числе и профилактикой развития онкологического заболевания. Это первая позиция. И вторая позиция, то, что когда нам в руки попадает пациент уже на стадии цирроза, и мы назначаем ему противовирусную терапию, к сожалению, не всегда мы решаем онкологическую проблему. То есть есть такие пациенты, и вот на современных препаратах, чуть попозже я буду говорить, даже наличие элиминации вируса на стадии цирроза, печной стадии, хронического гепатита не всегда останавливает онкологический процесс. То есть эти пациенты в любом случае, даже при отсутствии вируса и вроде бы разрешения хронического гепатита С, требуют дальнейшего наблюдения в плане ранней диагностики и развития онкологического процесса. Следующий слайд. Что же написано в современных наших рекомендациях? Ну опять-таки я буду обращаться к европейским рекомендациям. Почему? Потому что наши рекомендации недавно появились, но там как бы вот эти вопросы не совсем четко освещены. А по духу и по содержанию нам ближе все-таки европейские рекомендации, самые последние, 17-й год, в которых, в общем, подходы к терапии, скажем так, разнятся в зависимости от стадии цирроза печени, на фоне которого выявлено онкологическое заболевание. Хотя, в принципе, они похожи. Если у пациента с хроническим гепатитом С и гепсулярным раком или кациномой, имеющих цирроз печени на стадии по классификации, да, ЧЛПЮ, Б и С, то есть суп и декомпенсированный цирроз, как правило, эти пациенты в большинстве стран, ну и у нас отчасти, уже находятся в листе ожидания трансплантации печени, и у них есть так называемые показания к противовирусной терапии, а на сегодняшний день оно одно – это наличие вируса в крови. Всё, если вирус в крови есть, неважно на какой стадии находится гепатит С, его нужно лечить. То лечение может быть назначено как можно скорее, чтобы пройти полный курс лечения до трансплантации. Ну, здесь какая проблема решается? Решается проблема реинфекции трансплантата в последующем, прежде всего. Если же перед нами пациент с хроническим гепатитом С и гепсулярным раком, у которого нет цирроза, хотя это бывает, ещё раз скажу, крайне редко, как правило, цирроз есть хотя бы компенсированный, класс А по чайл-пью, то следует лечить согласно общим рекомендациям лечения, как и пациентов без цирроза. Следующий слайд. Немножко о противовирусной терапии скажу, всё-таки как бы нам это лечение ближе, и я думаю, вам тоже будет полезно узнать, что происходит на арене лечения хронического гепатита сегодня. Но за последнее время в целом поменялась парадигма лечения. Если раньше это схемы были, которые базировались на препаратах интерферона, сначала короткого действия, потом пигелированного, то сейчас мы лечим таблетированными препаратами. Резко сократились курсы лечения. Раньше, если мы лечили 48 недель, даже иногда 72 недели, то сейчас это в среднем 12 недель, а те исследования, которые проводятся в настоящее время, уже рассматривают возможность сокращения до 8 и 6 недель лечения. Стало проще лечить, поскольку эти препараты практически не имеют побочных эффектов, а если имеют, то эти побочные эффекты практически клинически незначимы. И вот, скажем, той подготовки больного, когда мы раньше готовили его, ну и сейчас готовим, если интерферон терапия рассматривается, уже в целом не нужно. Ну, при этом, есть ряд категорий больных, для которых еще сохраняются проблемы. Это, опять же, цирроз печени имеется в виду продвинутый, супы-декомпенсированный. Это тяжелые внепеченочные проявления, которые может вызывать вирус гепатита С. При отсутствии даже какого-то выраженного поражения печени человек может гораздо больше страдать от какого-то, допустим, системного воскулита с поражением почки и так далее, и так далее. Ну, и коморбидные состояния. Ну, и нельзя не сказать, не остановиться на том, что все-таки пока эти препараты достаточно дорогие, возможности закупок государственных ограничены, и поэтому не всегда к ним есть широкий доступ. Следующий слайд, пожалуйста. Сегодня, ну, я думаю, в этом зале не надо говорить, но тем не менее повторюсь, что сегодня мы добиваемся основной цели лечения – это элиминация вируса. Это самая главная цель. Мы не подавляем вирус, не там, как при гепатите В, да, где нельзя вывести вирус из организма полностью, поскольку он интегрирован там в геном клеток. Причем, что самое интересное, что понимание того, что от гепатита С можно вылечиться, пришло к нам от молекулярно-биологических, широких молекулярно-биологических исследований, где было показано, что вирус гепатита С, он РНК-содержащий, он не встраивается в геном клетки для того, чтобы продолжалась его репликация, и в связи с этим его можно полностью вывести из организма. Это очень важный момент, потому что тока и элиминация вируса приводит к разрешению воспалительной активности, как, наверное, одного из самых важных, да, скажем, пусковых механизмов развития, в том числе и онкологических процессов, и прогрессии гепатитов тоже, да, и если мы успеваем пролечить больного до цирроза печени, до стадии цирроза печени хотя бы компенсировано, мы видим отчетливое обратное развитие фиброза в печени. Вообще печень – очень репаративный орган, да, если создать условия, а прежде всего это элиминация вируса, то достаточно быстро печень восстанавливается, и когда мы наблюдаем наших пациентов с успешно проведенной терапией, ну, тем же, допустим, фибросканом оцениваем стадию фиброза, практически с каждым месяцем потихоньку-потихоньку эластичность печени улучшается, что свидетельствует как раз-таки вот о том самом антифибротическом эффекте терапии. Следующий слайд. Есть небольшое, скажем так, ограничение и исключение из правил. Вот опять-таки я уже говорил о том, что, к сожалению, у пациентов с циррозом печени, особенно с циррозом супредекомпенсированным, не всегда элиминация вируса приводит к обратному развитию процесса патологического. Но, тем не менее, посмотрите, у пациентов даже на стадии цирроза, у которых лечение закончилось успешно, да, зеленые столбики, устойчивый вирусологический ответ, он приравнен к оздоровлению. Да, частота развития и смерти, и гепатоцеллюлярного рака, и печеночной недостаточности существенно ниже, чем у тех пациентов, у которых, к сожалению, лечение прошло безуспешно. Следующий слайд. Тоже подобное исследование, но здесь четко показано, что у тех пациентов, у которых, опять-таки, устойчивый вирусологический ответ был достигнут, частота развития гепатоцеллюлярного рака существенно ниже. И во второй части исследования хорошо показано, что даже у пациентов, здесь взяты только пациенты с устойчивым вирусологическим ответом, так вот у тех пациентов, у которых был цирроз, у них все-таки сохраняется более высокая частота развития гепатоцеллюлярного рака, чем у тех пациентов, у которых цирроза не было. То есть, опять же, о чем это говорит? О том, что нужно пациента пролечить как можно раньше, пока у него еще нет цирроза печени, и тогда мы можем решить и проблему гепатита С, и последующие возможные проблемы развития рака печени. Следующий слайд? Или вы мне уже передали? Итак, как сегодня в России лечат гепатит С? Ну, к сожалению, никуда пока еще не делись схемы с интерфероном, и, ну, сложно сказать, к сожалению, не к сожалению, сейчас я немножко поясню свои слова. Двухкомпонентная терапия – стандартный интерферон, пигелирный интерферон, СПЕК-интерферон с рибавирином обязательно. И, понимаете, когда появились вот эти таблетированные препараты без интерферона, такая возникла эйфория, сейчас мы всех быстро вылечим, все будет замечательно, все хорошо, и так далее. И не будем никого мучить этими интерферонами. Но что появилось? То есть какие появились новые данные по мере накопления опыта? Во-первых, появились данные то, что все-таки у пациентов, которые получали препараты с преми-противирусным действием, не всегда развивается антифибротический эффект. И нередко развиваются онкологические заболевания. То есть все-таки интерферон, он помимо тех задач, которые он решал противовирусных, да, он еще все-таки обладал и противоопухолевым эффектом, да, и антифибротическим эффектом. И это те важные эффекты, которых нам иногда не хватает на современной терапии, особенно у пациентов с далеко зашедшим гепатитом, уже на стадии цирроза и так далее, и так далее. Поэтому сложно сказать, возможно, через какое-то время произойдет ренессанс этой интерфероновой терапии, и будет комбинация безинтерфероновых препаратов опять с интерфероном. Ну, это как бы такие мысли вслух. Что еще есть сегодня доступно для наших пациентов? Для пациентов с первым генотипом трехкомпонентная терапия, опять-таки базируемая на интерфероне, интерферон, рибаверин и ингибиторы протеазы, сейчас уже первого поколения, второй волны, семипривир, нарлопривир. И безинтерфероновая терапия, о которой я уже говорил, препарат Викеиропак, на нем мы остановимся чуть поподробнее, поскольку он один из наиболее эффективных и будет как раз-таки рассматриваться в тех клинических примерах, которые я покажу. Сочетание доклатосфира со сонопривиром и вот тот долгожданный препарат софазбувир, который входит во многие схемы противовирусной гепатита С, зарегистрированный и в Америке, и в Европе, но пока у нас он зарегистрирован, но пока на рынок еще не вышел. Ожидаем его, наверное, к осени. Много препаратов, не буду на них останавливаться, чтобы не терять время. Принципиально они разделяются по точке приложения, поскольку это все ингибиторы, ингибиторы ферментов, по сути, вируса. То есть это либо ингибиторы протеазы, либо ингибиторы полимеразы вируса, либо ингибиторы NS5A репликативного комплекса. И вот как раз препарат Викеиропак, комбинированный препарат. Его уникальность определяется именно в том, что в него входят три компонента, ингибиторы протеазы, ингибиторы полимеразы, ингибиторы NS5A репликативного комплекса, то есть из тех блоков, что позволяет добиться максимально быстрого противовирусного эффекта. А чем быстрее, скажем так, достигается противовирусный эффект, тем меньше шансов, что разовьется резистентность к препарату и в последующем рецидив на фоне лечения или после него. Препарат достаточно хорошо изучен в клинических исследованиях, причем практически на всех категориях пациентов, и первичные больные, и те пациенты, которые уже лечились двойной терапией с интерфероном, и пациенты с циррозом печени, и пациенты после трансплантации, в том числе с коинфекцией вирусом иммунодефицита человека. Но цифры говорят сами за себя, да, эффективность очень высокая. Важно то, что эффективность, полученная в клинических исследованиях, она полностью подтвердилась в реальной клинической практике. Разные страновые исследования, посмотрите, везде цифры примерно одинаковые. Что тоже важно для наших пациентов, особенно с циррозом, что дополнительные клинические исследования, которые закончены были буквально недавно, показали, что даже у больных с циррозом при первом Б-генотипе мы можем назначать без рибаверина, один препарат Викиропак. Раньше в инструкции было прописано наличие обязательно рибаверина. Но, к сожалению, при циррозе нередко рибаверин не можем мы назначить, поскольку он может вызывать рибаверин-индуцированную гемолитическую анемию. Поэтому пациенты с исходным низким уровнем гемоглобина, им нежелательно было назначать рибаверин. И теперь, в общем, это было подтверждено в исследованиях, можно назначать без него. И вот еще один, это опять-таки немецкий регистр лечения больных, больше 6 тысяч. Все современные схемы, которые в мире есть, мы видим опять-таки, что вот эта Викиропак, вот эта 3D-терапия, она наиболее эффективна у наших пациентов, даже с продвинутыми стадиями цирроза печени. Ну, теперь переходим к клиническим случаям. У меня будет два клинических случая. Этого пациента я наблюдал сам, второй мне предоставили наши коллеги любезно. Принципиально два момента, на которых бы хотелось остановиться. Вот в этом клиническом случае как раз тот момент, когда пациент сначала попал к онкологу по поводу образования печени, и только после этого уже пришел к инфекционистам лечить хронический гепатит С. 2015 год, плановое обследование УЗИ, как это часто бывает, очаговое поражение печени. Направлено на консультацию онколога, до обследования диагностировал гепатоцеллярный рак. Насколько я понимаю, очень рано и очень хорошо, да? Вы лучше меня разбираетесь. Альфа-фетопротеин не сильно был повышен, 86, и на самом деле мы такое повышение альфа-фетопротеина достаточно часто видим и у больных без гепатоцеллярного рака, особенно при тяжелом фиброзе, при циррозе печени, которые тоже нам, в общем, говорят о некой настороженности, но пока еще при применении различных диагностических манипуляций пока не подтверждается наличие гепатоцеллярного рака, но тем не менее. Значит, помимо этого он дообследован, естественно, на гепатит С, выявлены антитела, положительная ПЦР на РНК вируса гепатита С, первый Б-генотип, высокая вирусная нагрузка, больше миллиона международных единиц в миллилитре, и с исходом в компенсированный цирроз печени, который был диагностирован по фиброскану, то есть по неинвазивной эластометрии, да? Фиброз четвертой степени – это как раз цирроз печени. То есть вот классический как раз больной, о котором я и говорил. Значит, что ему было сделано? Ему была выполнена видеолапароскопическая типичная резекция восьмого сегмента печени с последующей адюантной химиомболизацией печеночной артерии. Через шесть месяцев контроль, КТ-контроль, очаги в печени второй категории по… Как правильно? Лайротс, да? Коллеги, ну вы лучше меня должны знать систему. Стандартизация, оценки, визуализирование гипоциллярного рака. Лайротс, да? Вот, значит, очаги… Два очага там, по-моему, было второй категории, очаг третьей категории в седьмом сегменте. При этом, скажем, специалист по компьютерной томографии отмечает стабилизацию. И посмотрите, на этот период альфа-фетопротеин нормализовался. Практически, да, 12 единиц на верхней границе. И в связи с чем онкологи направили пациента лечить хронический гепатит С. Поскольку у пациента первый генотип, высокая нагрузка, компенсированный цирроз, мы назначили ему терапию, я сейчас к этому слайду вернусь, комбинированную противовирусную терапию, препаратом прямого действия как раз от Викейропак, тогда еще с рибаверином, поскольку вот этих данных не было, о том, что можно без рибаверина. Но, тем не менее, 12 недель мы назначили, у него хороший был гемоглобин, поэтому абсолютно не боялись назначить еще и рибаверин. Перенес терапию хорошо, нежелательных явлений не отмечалось. С четвертой недели ПЦР на вирус гепатита С отрицательный. И в сентябре 2016 года мы констатировали достижение устойчивого рецидологического ответа к элиминации вируса. Альфа-фетопротеин при этом, наконец, наблюдение чуть выше 9 единиц. В марте 2017 года был проведен контрольный осмотр. ПЦР на вирус гепатита С отрицательный, альфа-фетопротеин 8,8 и КТ-контроль через 6 месяцев, очаги в печени второй категории, а вот очага печь того, который был третьей категорией, уже специалисты не видели. То есть, в общем, самочувствие больного абсолютно нормальное, он активен, работает, чувствует себя прекрасно. А вот теперь я вернусь вот еще опять-таки к этим европейским рекомендациям. Почему? Потому что, ну, препараты новые, да, длительного периода наблюдения оценки пока еще нет. Поэтому вот такая фраза, я бы даже ее зацитировал. Хотя долговременное преимущество противовирусной терапии препаратами прямого противовирусного действия для снижения риска ГЦК у пациентов, прошедших резекцию или абляцию по поводу ассоциированной гепатитцеллярной карциномы неизвестны, эти пациенты чаще имеют продвинутый фиброз и должны получать соответствующую противовирусную терапию. Следуя рекомендации мышц, в соответствии с генотипом, предшественной терапией и так далее, и так далее. То есть о чем это говорит? О том, что даже не зная, повлияет ли вот эта вот терапия, которую мы назначили на дальнейшее течение гепатитцеллярного рака, пока этого неизвестно, да, то есть что у него через год, через два, через три. Но то, что мы имеем на сегодняшний день, ту картину и в печени, и лабораторную, уж всяко будет лучше, чем бы мы его оставили без лечения. Второй случай. Ну, первый случай понятно, да, что хотелось сказать. Второй случай немножко другой. Здесь у пациента, посмотрите, рак сигмовидной кишки, причем достаточно продвинутое поражение с метастазами в печень, заброшены висцеральные лимфоузлы. Проводилась резекция с расширенной лимфоаденоктомией, стома формировалась, химиотерапия несколько проводилась и так далее, и так далее. Помимо этого у пациента есть еще хронический гепатит С первого генотипа с невысокой вирусной нагрузкой, опять же стадия цирроза, 20 килопаскалей по фиброскану и, соответственно, токсический лекарственный гепатит, который, в общем, сопровождал пациента на каждом сеансе или, как бы правильно называть, химиотерапией. Ну, понятно и исходно, что если у человека еще есть хронический гепатит, то токсический гепатит у него чаще будет развиваться и более выраженно будет, скажем так, манифестировать. Более того, очень часто наши пациенты в такой ситуации страдают, что вы не берете их на протоколы химиотерапии из-за того, что у них исходно повышенный трансаминаз. И часто эти пациенты приходят к нам и говорят, вот нас послали снизить трансаминазы. Но, друзья мои, мы должны с вами понимать, что снизить трансаминазы мы можем только убрав вирус. Дать ему эссенциали, гептрал, фосфоглиф и еще чертов ступе какой-то гепатопротектор не решит этой проблемы. Даже если вы на фоне двухнедельного гептрала в тройной, в четверной дозе немножко снизите АЛТ, то через неделю после окончания этой терапии он опять повысится. То есть здесь нужно понимать, что эти трансаминазы связаны именно с хроническим гепатитом С и по возможности попытаться решить эту проблему с нашей помощью. То же самое ситуация, о которой я сказал, что нередко, как только начиналась химиотерапия, резко поднимались трансаминазы, химиотерапия приостанавливалась, либо назначались большие дозы гептрала, в общем, без особого эффекта. В этой связи, скажем, по настоятельной просьбе и пациента, и его родственников, было выполнено лечение хронического гепатита С, опять же, тем же препаратом Викиэропак. И посмотрите, что на фоне проведения противовирусной терапии совершенно четко и быстро стабилизировались трансаминазы, которые позволили в последующем проводить полноценные курсы химиотерапии. Ну вот на примере, на этом клиническом примере я все-таки хотел бы еще раз обратиться к вам, во-первых, что может быть не так, скажем, формально реагировать на повышение трансаминазы у пациента с хроническим гепатитом С и онкологическим заболеванием, которое вы планируете решение. И в любом случае, если все-таки вы по этой причине не можете его убрать на специфическую терапию, тогда согласовывать лечение хронического гепатита С с нами. Спасибо за внимание. Коллеги, если есть вопросы, я постараюсь ответить. Коллеги, мне можно тогда короткий вопрос? Конечно. Мы часто сталкиваемся, как гематологи, плюс много пациентов, кстати, которые идут на трансплантацию, костного мозга тоже имеют вирус и гепатит С. Я так понимаю, все-таки это прорыв. Абсолютно. Проблема гепатита С фактически решена. Она не, скажем так, нельзя так сказать. Мы вот так говорили полтора-два года назад, что проблема решена и на всех международных конгрессах как бы это все повторялось, повторялось. А сейчас всплывают новые проблемы, связанные с гепатитом С, которых мы раньше даже и не задумывались о них. Поэтому все-таки я бы, как врач, который занимается гепатитом С, не был так. Так со всеми новыми препаратами, я полностью согласна. Самый главный вопрос, на самом деле, всегда была проблема сочетания противоопухолевой химиотерапии с интерферон-содержащими схемами. Вот этот момент легче? Конечно, безусловно. То есть комбинация противоопухолевой химиотерапии с новым препаратом или схемами, не содержащими интерферон, работает? Гораздо лучше профиль межлекарственных взаимодействий, да? Мы в любом случае его будем оценивать, да? И вы будете оценивать, и мы будем оценивать. Но то, что он лучше, чем с интерферон-содержащими схемами, это однозначно. Можно назначать вместе? Конечно. Спасибо. Но после нашей консультации. Все, спасибо, коллеги. Спасибо. Спасибо. Спасибо.